Большое итоговое мероприятие, заседание Президиума Брестского городского объединения профсоюзов стало местом встречи всех профсоюзных лидеров областного центра. В рамках такого рода встреч озвучиваются наиболее важные результаты, которые стали возможны в 2021 году, а также определяются перспективные направления на ближайшие несколько лет. Тема пандемии коронавируса остается по-прежнему актуальной. Мы подводим итоги за 2021 год и, соответственно, будем ставить задачи на 2022 год. Год был непростой, год был серьезный, год пандемии. Создан фонд помощи медикам, первичная профсоюзная организация. Перечисляли 2% из этого фонда, и мы оказывали помощь учреждениям здравоохранения, а также оказывали помощь медперсоналу, тех, кто заболел ковидом во время исполнения своих должностных обязанностей. Вопросы охраны труда в последние несколько лет стали особенно актуальными. Именно поэтому они не уходят с повестки дня у профсоюзных лидеров. Руководители предприятий и организаций стали все чаще обращаться к мерам профилактики нарушений на рабочих местах, так как за этими, на первый взгляд, простыми правилами нередко скрываются те самые безопасные условия деятельности и, как следствие, эффективность и производительность. Помощь администрациям в этом оказывают общественные инспекторы, которые приходят с проверками и оставляют рекомендации. Очень важное направление в нашей работе – это осуществление общественного контроля. На каждом предприятии города Бреста есть общественные инспекторы, которые осуществляют общественный контроль. Также есть у нас общественный инспектор в городском объединении профсоюзов, который точно также принимает участие в осуществлении общественного контроля, принимает участие в рейдовых группах Федерации профсоюзов, в мобильной группе Горисполкома. В этом направлении работа ведется очень серьезно. Не на словах, а на деле. На многих предприятиях организована работа по охране труда. Специально для обучения сотрудников создаются тематические кабинеты, где проходят учебные занятия. Не последнее внимание уделяется спецодежде. К сожалению, по-прежнему существует некоторая халатность в этом вопросе со стороны сотрудников. И не всегда опытность равно безопасность. К сожалению, я не могу сказать, что прямо вот у нас все настолько хорошо. Смертельных два случая у нас в городе Бресте есть. Понятно, что где-то недоработали, может быть, мы. Где-то виноваты сами работники, потому что такое безответственное отношение есть, у работников все-таки наблюдается. Это когда работники обеспечены спецодеждой, но ее используют не в полной мере. Однако стоит отметить одно весьма важное достижение. Диалог между профсоюзами и руководителями предприятий стал более плодотворным и актуальным для обеих сторон. Эта заинтересованность подкрепляется конкретными шагами, которые будут развиваться и дальше в рамках соглашений и договоренностей. С городского объединения мы работаем достаточно давно. Работа наша успешная. Есть совместные проекты, которые мы осуществляем. Поэтому на сегодняшний день хотелось бы, чтобы мы продолжали в том же русле работать. Есть помощь и при работе с социальными партнерами. Поэтому я думаю, что хорошая, слаженная работа продолжится у нас и дальше. И это будет выгодно всем странам. С учетом тех трудностей, которые в последние годы были на коврах Бреста, самая главная задача сохранить коллектив и придать им уверенности в завтрашнем дне. Для этого нужно выстраивать работу не только с руководителями, но и непосредственно с работниками на местах. Профсоюз на сегодняшний день является связующим звеном в данной работе. И поэтому от того, насколько мы будем понимать друг друга, насколько грамотно совместно будем устраивать эту работу, будет зависеть итоговый результат. Современные предприятия – это масштабный комплекс, каждый отдел которого отвечает за выполнение своих задач. Где-то они имеют более специфическую направленность, где-то условия для работы максимально приближены к обычным, бытовым. Однако это нисколько не исключает тех требований, которые предъявляются как к помещениям, так и к самим рабочим и к технике безопасности. Деятельность профсоюза в этом направлении будет продолжена. Продолжение следует...